Девочка-пай Локальные конфликты, боевые столкновения, террористические акты, контртеррористические операции, все эти грозные термины атаковали в последние годы наше сознание и неотъемлемой частью вошли в наш повседневный словарь. Это случилось на показных тактических учениях, которые проводили на выставке современного вооружения «Интерполитекс» внутренние войска МВД России. В перерыве между показами к столам, где было разложено самое современное стрелковое оружие, подошли руководители учений, конструкторы и журналисты, а вслед за ними рядовые воины и офицеры. Очень скоро возник спор, какое оружие лучше, наше или зарубежное. Устарел или нет автомат Калашникова, которому недавно исполнилось 50 лет, его ровесник и пистолет Макарова и автоматический пистолет Стечкин. Какое оружие нужно нашему воину в 21 веке, чтобы выйти победителем в поединке с отлично экипированным противником и террористом? Вдруг оказалось, что наши военные, в том числе и генералы, хорошо знакомы с передовыми зарубежными образцами, но почти ничего не знают о современном стрелковом оружии, которое создаётся на российских оружейных заводах и в наших конструкторских бюрох. Вообще существует мнение, что лучше Калашникова никто ещё ничего не придумал. Автомат Калашникова, который пока самое надёжное оружие, я считаю. Лучше ничего не придумано. Характеристика, которая за ним, он страшно надёжный. Не скроем, нам было по меньшей мере странно слышать эти слова. Почему спецназовцы, генералы, да и простые военные, так плохо представляют себе возможности нового отечественного оружия? Почему ничего, кроме автомата Калашникова да пистолета Макарова, не знают? И что самое поразительное, некоторые и знать не хотят. А каким оно должно быть, это оружие? Что вообще должен держать в руках воин 21 века, чтобы выйти победителем из стрелкового поединка? Этот образец, который многим из вас покажется похожим на автомат Калашникова, на самом деле совершенно иное оружие. Автомат с динамической сбалансированной автоматикой. На Ковровском механическом заводе, где его сделали, числится под индексом АЕК-971. Представьте себе, что в этом автомате его создатели добились того, что из четырех импульсов, действующих на него во время выстрела, гасятся три. Обратите внимание, что ствол оружия остается практически неподвижным во время стрельбы. Это позволило добиться кучности попадания превосходящей знаменитой АКМ в полтора-два раза, а при стрельбе длинными очередями в десять раз. Разница вот этой вот кучности стрельбы, она незначительная. Короче говоря, разница эта не стоит тех денег, которые потребуются на перевод. Он правильно говорит, что то он знает, а это он еще... А это я не знаю, это надо проверять. Может быть, если бы дать им, они бы поработали с ним, может быть, они бы изменили свое место. Сказали бы, да, все-таки это лучше, и надо бы переходить. Пуску Алексею Петровичу Исакову, главному конструктору Ковровского механического завода, не привыкать спорить с военными. Однако после того, как они возьмут автомат в собственные руки, да еще попробуют его в деле, тон разговора сразу и бесповоротно меняется. Такому оружию позавидует любая армия мира. Но вопрос остается вопросом. Что же мешает нашей армии, пусть даже ее специальным подразделениям, принять на вооружение этот автомат? Как видите, генерал Бурсуков промолчал. И та, и другая сторона прекрасно знают ответ на этот вопрос. Знаем ответ и мы. Он банален. У государства нет денег на новое оружие. Зато его с удовольствием закупают зарубежные армии. По данным, которыми мы располагаем, Россия только в прошлом году продала стрелкового оружия на 100 миллионов долларов. Если вы подумали, что автомат АЕК-971 последнее слово в нашем стрелковом оружии, можем вас немного разочаровать. Представьте себе, что он был создан почти четверть века тому назад. В тогдашнем конкурсе участвовало множество образцов, но победил, как известно, Калашников. Несмотря на то, что по очень многим параметрам он уступал Ковровскому автомату. Вот и остается Алексею Петровичу с тех самых и до самых нынешних времен самому показывать это оружие на разнообразных полигонах и выставках. Когда они стали перед дилеммой, какой же автомат принимать на вооружение, мы считаем, нам так кажется, что победило ими. Михаил Тимофеевич Калашников. Весь мир на всех языках толкует всяк по-своему эту старинную русскую фамилию, происшедшую, по всей вероятности, от семейного прозвища изготовителей калачей. Но не калачи пекут на знаменитом изжмаже, который неразрывно слит с именем Калашникова, а те самые, покорившие весь мир автоматы. Этот завод всегда у нас был головным по производству калашей, и пекли их здесь и впрямь, как горячие пирожки. Вот этот робот-станок ковал стволы для автоматов безостановочно, в течение многих лет, тысячами, миллионами. Производство было поставлено на поточный конвейер, работа шла в три смены, и за 50 лет было отлажено и выверено до полного и абсолютного автоматизма. Но только под один образец – автомат Калашникова. Что такое перенацелить завод, оборудование, к примеру, по точной линии, на производство нового ствола, нового автомата? Если, к примеру, автомат АЕГ-971 незначительно превосходит автомат Калашникова, чтобы запустить его в производство, вот, чтобы этот автомат убрать на арсенальские склады, материальные расходы государства будут такие, что никогда, ну, не окупится это. При всех его несомненных достоинствах автомат Калашникова все-таки оружие массовых и плохо обученных армий. Профессионалы же военного дела зачастую выбирают для себя более сложное и более эффективное оружие, требования к такому оружию диктуют новые обстоятельства и новые боевые задачи, которые приходится решать уже не столько призывникам, сколько профессионалам. Военные поставили задачу создать автомат, который бы по эффективности стрельбы превосходил штатный в полтора-два раза. И еще более проще говоря, чтобы стрелок навел оружие на цель, нажал на спусковой крючок, и цель была бы поражена. Об автомате АН-94 или Абакане, в отличие от Ковровского автомата, в армии наслышаны. Говорят, что вроде бы он даже принят на вооружение. Вот только тем, что видели и держали это оружие в руках, похвастаться могут немногие. Стрелок во время короткой очереди не воспринимает отдачи от оружия. А импульс отдачи, суммарный импульс отдачи, получает после того, как пули вылетели из канала ствола. И вот я продемонстрирую, что при стрельбе стреляющий агрегат откатывается в кожухе оружия, который выполнен, ну, играет роль лафета. Так скажем, что стрелок удерживает в руках лафет. А внутри этого лафета стреляет и откатывается, собственно, автомат. По своим характеристикам этот автомат может только незначительно превосходить. И только в режиме автоматического огня. Если цель необходима, точное поражение цели в какое-то ограниченное время, что при стрельбе не в автоматическом режиме, а одиночным огнем с автомата Калашникова результат получается ничуть не уступающий, а превосходящий автомат Никонова. Вот вы говорите, автомат Никонов. Лучший автомат Калашникова? Ну, несомненно, лучше. Но у него есть тоже большой недостаток. Он вообще, во-первых, сложен в эксплуатации. Преимущество Никонова, он и дороже намного. Преимущество над автоматом Калашникова, наверное, ничтожное. По большому счету. Как видите, против Аблакана есть серьезные аргументы. Причем как у военных, так и у специалистов-оружейников. Но при этом и наши, и зарубежные конструкторы утверждают, что новаторские инженерные решения, впервые примененные в этом автомате, не имеют мировых аналогов. Не случайно о нем говорят, как об оружии 21 века. Первые два выстрела у него идут с темпом 1800 выстрелов в минуту. То есть практически сливаются в один. Вот это конструктивное решение он нашел, которое сделать друг за дружкой. Произвести выстрел, извлечь стрельную гильзу и загнать быстренько патрон, новый, следующий, и произвести второй выстрел. Это, конечно, он потрудился. Ничего не скажет. Но есть преимущество, но они не оправдывают такую фатальную замену. Значит, нужно накопить большое количество этих преимуществ, которые бы могли оправдать. Еще нужно суметь доказать, что эти преимущества достаточно для замены этого вида вооружения. Так же, как как-то недавно по телевидению один артист выступал, говорит, нужно не только подготовить номер, классно его как артисту сыграть, но еще его нужно продать зрителю, чтобы он вызвал у них восторг. Хорошее стрелковое оружие производят сегодня немногие страны. Мы в их числе. В представлении всемирного массового сознания слово «Россия» неизбежно ассоциируется с понятиями калашников, икра, водка, медведь. И это совсем не смешно. Потому что исторически сложилось так, что в деле производства оружия мы опираемся на собственные, а не заемные традиции. Может быть, поэтому наше оружие одно из лучших в мире. Японцы делают лучшую в мире электронику, немцы лучшие в мире автомобили. Но современный боевой истребитель ни те, ни другие сделать не в состоянии. Разучились. Может, садцы, что и мы разучимся, не дай бог, конечно. Потому что до сих пор не ведаем, что умеем, какими богатствами у себя дома располагаем. И это очень обидно. Оружие, которым сейчас вы узнаете, самое живое тому подтверждение. Глядя на кадры этой протокольной съемки, многие из вас, наверное, уже и не вспомнят эту знаменитую в свое время встречу президентов двух сверхдержав на Мальте. О чем договаривались два лидера, что подписывали тогда, про то ведают сегодня только историки. Встреча эта происходила на борту военного корабля и охраняли экваторию Мальты, линкоры и эсминцы нашего флота. Вот только никто тогда, кроме очень компетентных лиц, ничего не знал о том, что охрана места встречи происходила не только над, но и под водой. Возможно, впервые в истории спецслужб подводное пространство вокруг корабля контролировалось отрядом специально обученных пловцов-аквалангистов, вооруженных совершенно секретным на тот момент стрелковым оружием. Ни одна спецслужба мира не имела, да и по сей день не имеет ничего подобного. Теперь, спустя многие годы, мы можем вам о нем рассказать. Автомат АПС, автомат для подводной стрельбы. Калибр автомата 5,66 мм. Данное оружие не имеет мировых аналогов. То есть в мире нет оружия для подводной стрельбы, которое бы работало по принципу использования активного метания пули. Длинная пуля необходима для того, чтобы обеспечить устойчивость пули и при движении в воде. Предназначался для охраны акватории, портов. Акватории, находящиеся под боевыми линкорами, допустим. Под водой автомат АПС применяется на глубинных до 45 метров. Дальность его действия ограничивается дальностью видения в воде. Кроме автомата, климовские конструкторы разработали четырехствольный подводный пистолет, использующий аналогичные же боеприпасы. Добавим, что над подобными проектами работали французы, немцы, американцы. Но ни один из их опытных образцов не смог даже на ИОТу приблизиться к нашим, не говоря уже о том, чтобы хоть в чем-то их превзойти. Поэтому, когда представляется любая возможность, будь то стрелковая выставка или простая демонстрация оружия, военные специалисты не упускают возможности попробовать его, так сказать, в деле. Как, например, эти спецназовцы из подразделения морской пехоты США. Вот это оружие неоднократно демонстрировалось на выставке, в том числе, значит, в США, и вызывало просто, ну, самые во вторженные отзывы у специалистов, которые эксплуатируют вот такой вид оружия. Говорят, генералы готовятся к прошедшей войне. Конструкторы оружия, наверное, тоже. И это отчасти правильно. Правда, только отчасти. Этот Т-34, выпущенный в Нижнем Тагиле в годы Отечественной войны, через полвека спустили с постамента, завели двигатель, и он своим ходом поехал на военный парад. Так мы умели делать оружие. Так не разучились делать и сегодня. Пока не разучились. Мы создаем передовое оснащение, в том числе вооружение для наших защитников Отечества, потому что без этого нового вооружения они никого не защитят. Они в лучшем случае погибнут. Сейчас одним моральным духом и физическими данными бойцов выиграть войну нельзя. Обязательно должно быть в дополнение к этому современное эффективное вооружение. Если вы его не будете иметь, какие бы вы ни были отважны, и вы войну проиграете. Имя Василия Петровича Грязева вряд ли так же хорошо известно обывателю, как имя Михаила Калашникова. Таким специалистам, как он, появляться на публике разрешили только в самые последние годы. В Тульском конструкторском бюро приборостроения он многие годы разрабатывал десятки образцов стрелкового оружия от пистолетов до авиационных пушек. Его авторитет среди конструкторов и оружейников России, можно сказать, непререкает. Вот вчера показывали в фильм какая-то пакистанская лавка. Там много оружия, самых разнообразных винтовок. Он берет так двумя пальцами автомат Калашникова, калибра 7,62. Вот где-то мы там подобрали на поле боя, почистили его, привели в божеский вид. Сколько стоит? 50 долларов. Ну, найдите другое оружие, которое бы стоило 50 долларов. Да, по цене на мировом рынке дешевле нашего оружия, наверное, только китайское. При несопоставимом качестве, конечно. А ведь известно, за что дешево платишь, то не больно ты и ценишь. То ли дело раскрученные марки немецких Хеклер-Коха и Вальтера, американских Беретта и Кольта, австрийского Глока. Посмотрите, с каким едва сдерживаемым восторгом берут наши ребята эти австрийские пистолеты. Еще бы, ведь каждый стоит по полтысячи зеленых. А что вообще знают наши государевы-люди об отечественных пистолетах? У нас ПМ, я говорил, что у нас ПМ, но если бы была бы возможность выбирать, то Беретта. Я считаю, для армейского офицера идеальный вариант – это пистолет Стечкина. Армейский пистолет конструкции Грязева и Шипунова. Если взять американский пистолет М9 или Беретта 92, то, поместив эти образцы рядом, можно увидеть, что пистолет ГШ-18 как компактнее, так и несоизмеримо легче. Чем армейская Беретта. Беретта весит килограмм, а это, грубо говоря, 470 грамм в два раза легче. Так лучше я возьму еще три магазина патронов вдобавок, чем буду просто железо таскать. Пистолет. 18-й зарядный магазин. Для него разработан специальный патрон. Пуля. Имеет вот такой твердокаленый бронебойный сердечник. В результате маленький легкий пистолет, он весит 470 грамм, он пробивает все бронежилеты мира. Он может пробить 8-миллиметровый стальной лист. Ни один пистолет в мире этого не делает. Кроме того, следует сказать, что те испытания, которые прошел пистолет ГШ-18, по самым жестким в мире отечественным стандартам, не проходит ни один из образцов оружия зарубежных аналогичного класса. Включая Беретту, включая знаменитый ГЛОК-17, герой многочисленных боевиков, включая одну из последних разработок немецкой фирмы Хеклеркох, пистолет УСП, модификация которого, кстати, принята на вооружение американского спецназа. Но, положа руку на сердце, разве могут сравниться эти грубоватые, тяжеловесные, какие-то неуклюжие образцы с нашим ГШ? Вот только их мы и видим, то и дело по телевизору, и в кино, и во всех этих бесконечных боевиках. А наш нигде, ни в одном отечественном сериале не промелькнул. И не знаем мы о наших пистолетах, ну ничего. И даже меньше, чем ничего. Конкуренция среди конструкторов оружия есть и была всегда, да еще какая. Вечные соперники Туляков и Жевцы разработали под тот же Парабеллумовский патрон свой собственный 17-зарядный армейский пистолет Грач. И весом он будет, конечно, потяжелее, чем ГШ. Но вот что Беретти ни в чем не уступает, это уж точно. Чем отличается наше оружие? Вот личное оружие, значит, там, элифицеров. Я не знаю, заслуга ли это наших оружейников, а может, это заслуга наших заказчиков. То есть те требования, которые предъявляет армия, предъявляла и предъявляет сегодня, значит, канистрельному оружию, они самые жесткие с учетом от мировой практики. Вот на сегодня, значит, мы получили положительное заключение, мы уже получили первый заказ, и он, значит, ставится на вооружение российской армии. Ставится на вооружение. Главный конструктор Ижевского механического не лукавил. Ставится. Вот только что стоит за этим глаголом. Как минимум то, что подарочный экземпляр игроча получит десяток другой высших армейских чинов. Как максимум, что эта самая постановка на вооружение затянется на многие-многие годы. Не исключено, что все эти замечательные образцы так и останутся образцами для разных международных показов и заморских выставок. Сами же наши рядовые силовики по-прежнему будут выходить против вооруженных до зубов бандитов с примитивным, но таким старым и добрым Макаровым. Конструкторы, которые работают над военным оружием, ну, они ведь не как художники, захотелось сделать. Это есть всегда тактико-технические требования заказчика. В данном случае это были и тактико-технические требования Министерства обороны на пистолет-пулемет для диверсионных подразделений. Когда руководство тогдашнего отдела главного конструктора механического завода поняло, что образец такого класса будет востребован, будет перспективным, ну, это они, отца, уже пенсионера, пригласили вот поработать, поставить, вот его довести до уровня серийного басса. Ну, я пришел уже вот после его смерти для того, чтобы эту работу закончить. Ну, он был в армии оружейным мастером, и поэтому все делал так, чтобы было удобно солдаты, чтобы было удобно и оружейным мастером. Все, видите, разборка элементарно простая. Все делается без применения инструмента. И он разбирается, собственно говоря, до последнего узла. Вот это вот модульная модульная система, модульная конструкция. В общем-то, я не стрелок-спортсмен и не охотник. Вот отец тут был и тот, и другой. И стрелок-спортсмен, и охотник. Ну, когда в это самое, когда, значит, есть возможность, то да, ну... Песня говорит, что это умею, не умею, вообще, по большому счету, не умею. Пистолет-пулемет Кедр был одним из самых первых образцов этого нового для наших силовых структур оружия. Его появление на рынке оружия было вызвано самой изменившейся действительностью, ее новыми подчас трагическими реалиями. Захват заложников, массовые беспорядки в местах лишения свободы, бандитские нападения. Во всех этих ситуациях прицеливаться, как правило, некогда. И необходимо действовать быстро, решительно, эффективно. Семейству этих пистолетов-пулеметов присваивались названия южных деревьев. Так появились Кедр, Кипарис и, наконец, Каштан. Сейчас пистолетов-пулеметов в России полно. И тулики, и жутки, они все разработали пистолеты-пулеметы. Но, по крайней мере, на сегодняшний день только наш прошел госиспытание. Остальные все не проходили. Офицеры ФСБ, они сказали, что они часто применяют вот такой способ стрельбы. Со сгибом плечевого упора приклада в локтевой сгиб. Для того, чтобы освободить вторую руку для каких-то других действий. Главным недостатком всего этого семейства относятся довольно слабые боеприпасы. Патроны от того самого пистолета Макарова, не способные пробить даже самый легкий бронежилет. Делать из него автоматы, под его патрон, делать автомат, наверное, это от бедности, вероятно, от нашей. А сейчас вы узнаете, как на самом деле происходит та самая постановка на вооружении. Несмотря на то, что этот пистолет-пулемет прошел все испытания, ни одного заказа, ни от одной силовой структуры на завод так и не поступило. И тогда ковровские оружейники приняли обходное решение. Стали предлагать каштаны непосредственно в воинские части, минуя всю армейскую чиновничью иерархию. Ездили на Балтийский флот, командующий дал положительные заключения во всей инстанции. Предложили танкистам. Те в полном восторге от каштана. Компактные, удобные, не мешая двигаться в тесном пространстве танка. Наконец, дали на пробу четыре штуки экипажу вертолетов, улетающих в горячую точку. Вернулись эти образцы на завод после полной выработки ресурса, но продолжали исправно стрелять. Они в восторге от него. Но Министерство обороны, поскольку он не принят официально вооружение, они для вертолетчиков отказались закупить хотя бы небольшую партию. Ну нет, говорят, у нас такого официального образца. Нет, иначе не можем. У оружейников не осталось никаких сомнений, что оружие это будет в армии востребовано. Да и то сказать, покидая в экстремальной ситуации самолет или горящий танк, не всякий вспомнит про лежащий где-то АКМ. А пистолет-пулемет, как и положено личным оружием, всегда здесь, при себе. Но чины из Минобороны твердо стоят на своем. Ничего, кроме Калашниковых, в армии не нужно. Наиболее универсальным оружием среди стволкового оружия является автомат Калашникова. Лучше для пехотинца оружие, конечно, чем автомат Калашникова, нет. Но у него у этого все-таки есть характеристика. И нам скажут, ребята, закрываем лавочку, прекращаем разработки АКМ на все, на вечные времена. В общем, как ни крути, что ни говори, а Калашников по-прежнему для нас, для всех, все равно остается альфой и омегой стрелкового вооружения. Что же производство оружия, штука весьма и весьма консервативная. Вспомните, сколько лет винтовка Мосина была на вооружении российской армии. А Калашников и более того. Конечно, на тот первый образец 47-го года современный автомат мало чем похож. Хотя приглядишься поближе, в основе он родимый. Вот и сын Михаила Тимофеевича, Виктор Калашников, разработал вроде бы совершенно новое оружие. Пистолет-пулемет «Бизон». Впрочем, смотрите сами. Основной особенностью его является подствольный магазин на 64 патрона. Ощущение передать трудно, потому что мы привыкли к ПМу. Там каждый выстрел, каждое движение должно быть что-то себе представлять. А здесь практически чувствую, что с этим оружием можно ходить в бой. Глядя вот на сегодняшнюю стрельбу, мы бы хотели, чтобы в войсках и в МВД такое оружие появилось побыстрее, и наши начальники заинтересовались с новшеством. Новшество? В чем-то, конечно, да. Но, наверное, не случайно говорят, что новые – это хорошо забытые старые. Внутри знакомые получите, значит, спусковой механизм, возвратный механизм. Все практически от автомата Калашникова. Этот автомат, созданный под совершенно новый патрон, получил название «АЭС», то есть «Автомат специальный». Ни по форме, ни по содержанию он не похож ни на один автомат. Таким боевым оружием не обладает ни одно государство мира. Данное оружие – это, вообще говоря, представитель, наверное, нового класса оружия. Аналогов ему, прямых аналогов за рубежом практически нет. То есть, в чем его особенность? Имея массу и габариты на уровне современных моделей пистолетов-пулеметов за рубежных аналогов, боевые возможности этого оружия на порядок превышают возможности пистолетов-пулеметов и вплотную приближаются к возможностям автоматических винтовок и автоматов. Масса пистолета-пулемета УЗИ, который очень широко разрекламирован, широко распространен по всему миру и некоторыми нашими соотечественниками считается чуть ли не эталоном стрелкового оружия, ну, коим он, конечно, не является ни в коей мере, практически в два с лишним раза больше, чем масса нашего современного автомата 9А91. В то же время боевые возможности, их соотносятся примерно в той же пропорции, но только уже в пользу нашего оружия. Как видите, библейская истина о том, что нет пророков в своем Отечестве, до сих пор, увы, подтверждается. Имея в стране такие великолепные образцы оружия, мы по-прежнему продолжаем возносить до небес западные. В фильмах, которые нам показывают настоящие бравые герои, всегда вооружены винтовками М-16 или, на худой конец, Томпсонами, а негодяи и бандиты вечно носят Калашниковых. Между тем, новейшая история все настоятельная и заставляет всех нас все серьезнее задумываться о таких полузабытых вещах, как национальные интересы и национальные приоритеты. В отличие от нас, американцы об этом никогда не забывают. Почему они в буре пустыни уничтожили полтора миллиона иракцев, а потеряли считанные единицы? Некоторые говорят даже меньше. Они собрали со всей Америки 40-миллиметровые гранатометы, которые имеют дальность действия 2 километра. И стреляли в основном только из них. Я читал репортаж одного американского военного, который сказал, что мы в этой войне 40-миллиметровых гранат истратили больше, чем вот таких вот ружейных патронов. Значит, они противника держали на дистанции полтора-два километра. Он ничего ответить не мог своим стрелковым оружием. Они его из этих гранатометов безжалостно убивают. Вот и все соотношение потерь. Если мы не хотим, чтобы у нас такой же в нашу пользу соотношение потерь, у нас будут равные потери с противником. Если мы будем продолжать с ними воевать одинаковым оружием. Поэтому новое оружие нужно. По существу гранатометы в современных войнах постепенно становятся разновидностью личного стрелкового оружия. Но одних автоматных подствольников с единственным зарядом в бою уже не хватает. Новые гранатометы конструируют по принципу работы револьвера, что дает новое качество этому мощному оружию. Пока наши конструкторы и производители оружия думают о том, каким еще немыслимым способом привлечь внимание оборонного ведомства к своей новой продукции, эта самая продукция накапливается на заводских складах и в цехах. Но не мертвым грузом. Идет постоянно строгий тестовый отбор каждой боевой единицы. Ведь когда она будет востребована, ни один экземпляр не должен дать ни единые сечки. Почти на всех заводах, где мы побывали, нас уверяли, что образцы нового вооружения или находятся, или уже побывали в Чечне. Но ни в одном кадре с мест боевых операций, а мы просмотрели десятки часов этой хроники, в руках наших солдат мы не увидали ничего, даже отдаленно напоминающее то, о чем мы вам рассказываем. Кстати, чеченские боевики и прочие международные, как теперь говорят, террористы, на недостаток оружия не жалуются. И ассортимент есть, и качество устраивает. Факты остаются фактами. Чеченские бандформирования располагают на сегодняшний день такими образцами оружия, о которых нашим воинам приходится только мечтать. Как курьез от прежних времен остались единичные экземпляры автоматов собственного чеченского производства «Борс» или «Волк». Вот один из образцов, то, что производился чеченцами, это в городе Грозном. Преимущества этого ствола абсолютно перед серийным образцом никаких нет. Это вынужденная мера, чтобы в руках было какое-то оружие. Со времен Борза много воды утекло, и в руках у террористов оказалось оружие совершенно другого уровня. В руках наших ребят по-прежнему калаши и автомат, и пулемет. Что же, у нас нету оружия получше? Пулемет «Печенек». Калибр 7,62. О точности попадания и кучности стрельбы говорить не будем. Смотрите сами. Ну, видел я на экране «Печенек» в горячей точке. По наслышке знаем, что да, очень хорошее, очень точное оружие. То, что нужно. Те, кто служил в армии или хотя бы просто слышал, как стреляет пулемет, знают, что вблизи оглохнуть можно. Поэтому офицеры разведгрупп, которым конструктор Исаков по той же схеме постановки на вооружение передал печенек для обкатки, попросили любой ценой уменьшить шумность пулемета. Заводские кулибины немедленно изобрели прибор для малошумной стрельбы, который уменьшает громкость выстрелов в несколько раз. А вдобавок установили на пулемет специальную оптику, позволяющую видеть цели в полной темноте. Для боевых действий в горной местности эти преимущества, согласитесь, просто бесценны. Выдалось нам его отдать Нижневартовскому ОМОНу, который в Чесне, значит, был. Вот когда они приехали, я насчет эффективности там спрашиваю, ну как тут эффективность? Говорит, да я не знаю, как эффективность. Говорит, по мне огонь открыли, я, говорит, туда очередь дал, и тишина. Поэтому я, говорит, не знаю, как эффективность. Конструкторы ЦНИТОЧМАШа предлагают российскими силовым структурам еще целый ряд уникальных разработок. И пока наши все раздумывают, американцы не скрывают к нему своего интереса. Пару лет тому назад устроили у себя тестовую демонстрацию всего малогабаритного оружия, которое выпустили наши оружейники. Есть, кажется, у меня личная запись, сам снимал. Вот там они говорили, давали свое мнение. Удивились, все-таки столько стреляли, ни разу ни одной их задержек нету, ничего при таком количестве выстрелов. То есть были довольны. Своё оружие они не показывали. Был показ только нашего оружия. Это называется пистолет самозарядно-специальный. Пистолет от бесшумных патронов СП-4. Пистолет специальный, как и следует из его названия, предназначен не для армии, а для служб специальных. Понятно, что бесшумность оружия в некоторых, так сказать, деликатных обстоятельствах полностью решает исход дела. Обычно для этих целей используют глушители. Но наши конструкторы пошли по другому пути. Придумали специальные бесшумные патроны. Значит, здесь задача была создать бесшумный абразив. Что значит бесшумный? Значит, скорость полёта пули должна быть дозвуковой. То есть это не должен, нельзя сделать на основе обычного боевого оружия, которое имеет сверхзвуковую скорость. Там нет вот этого понятия дольного глушителя, но есть решение соседчика газов, которое обеспечило практическую бесшумность выстрела и не обнаруживаемость стреляющего, ну, практически на дальности практически 10 метров вы уже не обнаружите, откуда кто стрелял и как стрелял. То есть вы этого уже просто не услышите. Согласитесь, что в условиях участившихся террористических актов оснащение бойцов наших специальных подразделений эффективным, да ещё к тому же бесшумным оружием позволяет им решать поставленные задачи, что называется, с первого выстрела. Особенно наглядное преимущество такого вооружения проявляется в эпизодах с захватом заложников. Открыть в такой ситуации огонь из АКМа или любого другого штатного оружия значит подвергнуть смертельному риску ни в чём не повинных людей. Когда же профессионалы работают с оружием, о котором вы сейчас узнаете, проблема решается в считанные секунды. И свидетели этого, как правило, даже не успевают понять, что же произошло. Снайперская винтовка нового поколения это качественно иное оружие, чем классическая армейская винтовка Драгунова или её предшественница винтовка Симонова. Это целый оружейный комплекс, в который входит не только сам ствол, но и система наблюдения в любых режимах освещенности, точного целеуказания и расчёта поправок. Ну я в основном работал с винтовкой СВД, с общевойсковой винтовкой, поэтому она для меня как бы наиболее удобна. Если бы я работал с другим оружием, может быть мне что-то другое понравилось. Снайперская винтовка Драгунова или СВД разрабатывалась и ставилась на вооружение примерно в те же годы, что и автомат Калашникова. Спору нет, для своего времени это оружие было одним из лучших образцов, но времена изменились, а винтовка осталась прежней. И когда необходима стопроцентная уверенность в надёжность оружия, наши спецслужбы предпочитают всё же другие изделия. Есть, конечно, в спецподразделениях вот Альфа и прочие спецподразделения, они используют импортные винтовки. То есть они их закупают каким-то образом, стоят бешеных денег, и они с ними работают. У нас таких денег нет, чтобы их покупать. механически и оптически она приемлемо вести бой. Но у неё есть недостатки, то, что она в городе, в городе, так как это ведётся на очень малом расстоянии, то создаётся шум. И вот этот шум он выдаёт самого снайпера. Звук выстрела в городе, а тем более в горах, всегда выдаёт снайпер. Поэтому настоящий снайпер после первого уже выстрела старается как можно быстрее и сменить своё местоположение. За хорошим снайпером всегда ведётся постоянная охота. И для того, чтобы подавить снайперскую точку, не останавливаются перед применением миномётов, артиллерии и даже града. Поэтому создание нового бесшумного оружия — это спасённые жизни наших ребят. Мы находили винтовки, которые уже у противника более современные. Уже и глушители стоят, уже и оптика лучше, то есть больше кратная, 8-кратная, 16-кратная уже. Там и тепловизор у них есть. То есть уже более у них оружие современней. Но я думаю, что почему? Потому что они покупают за наличные деньги и для себя. За свои деньги и для себя. Наверное, только так и можно относиться к оружию, которое не должно тебя подвести ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. А когда не за свои, да ещё не для себя, кому тогда какое дело, с чем пойдёт наш солдат на боевые действия, а может быть, на смерть? Конечно, решает человек с ружьём. Потому что оружие рассматривать как оружие без человека невозможно. Оружие человека это система. И вот как эта система функционирует, реально можно ценить по результатам. Никогда самый хороший ствол в руках неподготовленного солдата или офицера невозможно его будет эффективно применить. Только сочетание хороший ствол, хорошая подготовка даст результат определённый. Лёгкая снайперская винтовка ВСК-94. Данное оружие тоже можно отнести к снайперскому оружию нового класса. То есть оно ни в коей мере не призвано конкурировать со снайперской винтовкой СВД, состоящей на вооружении армии. Оно дополняет её. Когда разведгруппа, у которой находилось два автомата АЭС и, естественно, только снайперская, разведгруппа заняла огневую позицию. На деревьях выдвигалась группа противника численностью 8 человек. И буквально с 60 метров группа была противника уничтожена. И противник не понял, откуда ведётся огонь по нему. Когда вы ведёте боевые операции, вы вынуждены к противнику подходить на такую дистанцию, на которой он может таким же оружием вас поражать. А следовательно, идёт дуэльная работа, идут гробы и с той, и с другой стороны. «Нужно создать такое оружие, которое позволило нам противника поражать, но не входить в зону действия его оружия». Для этой цели мы создали крупнокалиберные снайперские винтовки, чтобы использовать их как антиснайперское оружие. Главная особенность этой снайперской винтовки это использование для стрельбы мощного 12,7 миллиметрового патрона. То есть габариты этого патрона уже говорят о многом. Энергия пули этого патрона примерно в пять раз превосходит энергию пули снайперской винтовки Другунова, обычного винтовочного патрона. Говорят, что на заводах и есть оружие прекрасное. То есть уже образцы войск она почему-то не доходит. Я думаю, что это все зависит от наших отцов, командиров, которые сидят в генштабах и выше этого. Отцам, командирам, да и тем, кто повыше, оно, конечно, виднее. Но пока там, наверху, договариваются, здесь, внизу, хорошая снайперская винтовка по-прежнему стоит дороже цены, назначенной врагами за головы наших снайперов. И соотношение это пока неумолимо. Нет, жизнь человека ничем не сравнима. не сравнима. Ну, я простой солдат, конечно, я всех этих подробностей и всего-то механизма, которые существуют выше, я не знаю. не сравнима. Субтитры создавал DimaTorzok